Тимоти принадлежит к числу мужчин, которые стараются не позволять никому оскорблять то, что им дорого, будь то артисты лейбла или некие моральные принципы. Сегодня на канале Сплетники рассказ о том, с кем успел испортить отношения рэпер за последнее время. Ссора между Тимоти и Филиппом Киркоровым произошла после церемонии вручения премии Муз-ТВ в 2012 году. Тогда рэпер посчитал, что некоторые артисты получили свои награды незаслуженно. Своё мнение он выразил в социальных сетях, где нарвался на критику Киркорова. «У тебя какие-то вопросы возникли? Самые честные? Я в прошлом году вопросов не задавал. Существует профессиональная этика, запомнил!» Возмутился Филипп. Взаимные оскорбления переросли в настоящую войну. На протяжении нескольких лет артисты даже не здоровались друг с другом. Разрешить конфликт удалось только в прошлом году. Сейчас Киркоров и Тимоти – хорошие приятели. В 2014 году между Тимоти и Димой Биланом разгорелся скандал. Началось с того, что лидер Blackstar назвал певца гомосексуалистом и наркоманом. Поводом к таким обвинениям послужило выступление Билана в Нижнем Новгороде, во время которого артист выглядел откровенно плоховато. В подтверждение своим словам Тимоти выложил кадр, на котором у Димы под носом виднеется что-то белое. Он даже предложил коллеге помощь специалистов, но Билан отверг ее. «Сплетни – это удел психически неуравновешенных, истеричных людей», – заявил Дима. «О, Тима! Ёбать! Давай сфотографируемся!» Конфликт между Биланом и Тимоти продолжился после того, как за своего подопечного вступилась Яна Рудковская. Она заявила, что слова рэпера сплошная провокация и пригрозила ему судом. «Яночка, тебе самой не стыдно за своего артиста?» «То, что он заднеприводный – это еще полбеды и, в принципе, вообще его личное дело. Но то, что он, не стесняясь, выходит на сцену, обнюханный в хлам к молодой аудитории на вечерних концертах, где полно детей в зале, на мой взгляд, отвратительно», – ответил Тимоти. «Группа Платина! Солиста зовут Ромочка, для тех, кто не знает, и тех, кто вам присоединился на этом доме. Ну что ж, Ромочка, возьмите микрофон, в первом слове заставляйте». Премия Муз-ТВ испортила отношения Тимоти и с генеральным директором канала Арманом Довлетяровым. Уже в этом году, после того, как церемония отгремела в Олимпийском, лидер Blackstar назвал премию «междусобойчиком» и заявил, что Довлетяров заплесневел в своем маленьком самостоятельно выдуманном мире. Арман решил ответить. Он заявил, что канал всегда поддерживал Тимоти и его артистов, однако никакой отдачи со стороны лейбла не было. Зато были звонки перед объявлением номинантов. «Когда тебе нужно, мы рядом, а когда нам, ты не можешь». «Все твои новые музыкальные проекты начинались именно с нашей поддержки, но так было раньше», – отметил директор Муз-ТВ. После скандала из эфиров канала пропали треки Blackstar, и, как ни странно, после этого Тимоти поддержал Филипп Киркоров. На протяжении последней недели все обсуждают конфликт Тимоти с бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым. Суть в том, что из-за обстановки угроз в Дагестане отменили концерт Егора Крида. Хабиб прокомментировал эту ситуацию, написав «невелика потеря». Тимоти не смог промолчать. Он опубликовал видеообращение в Инстаграм, где попросил Нурмагомедова связаться с ним в ближайшее время для того, чтобы все обсудить. В ответ на это дагестанский боец, не стесняясь в выражениях, в очередной раз выразил свое мнение по поводу творчества подопечных Тимоти. В самом начале своего послания он заявил, что каждая тварь ответит за свои слова, а затем добавил, что свои концерты резиденты Blackstar могут проводить где угодно, но он останется при своем мнении. Тогда Тимоти выкладывает на своей странице видео с обращением Рамзана Кадырова. После его просмотра нам не показалось, что президент Чеченской Республики поддерживает рэпера, а занимает скорее нейтральную позицию. Смотрите сами. Тимоти, это для тебя. Раз, два, три. Пару сыра. Пару сыра для тебя. Короче, звони 24 на 7. Даже наши каукасцы не понимают, что 24 это 7, это не цифра. Это сутки 24 часа. 7 дней, 7 дней, 7 дней. Так что, братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб, Тимоти поймут, просто Хабиб вес гоняет, поэтому он нервничает. Поэтому можно его понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь. Каждому не лень делаете селфи и говорите Тимоти туда-сюда. Мы будем у себя на выходе в порядок, нам не будут приезжать. И террористы не будут приезжать, и газостантеры не будут приезжать, и никто. Лучше, чтобы приезжали к нам гости, радовались. Мы должны развивать Каукас, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить трудно, мои любимые дагестанцы. Аллаху Акбару. Благодарю за просмотр. Кого, на ваш взгляд, поддержал Кадыра в своем видео? Пишите ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на канал и на наш информативный инстаграм.